Добавил субтитры DimaTorzok Потому что оборудование для добычи опалов бездны и для добычи пенита отличается Там мы добывали все взрывами, то есть мы разрывали метеориты Здесь же мы будем сгрызать просто куски пенита прямо с краев метеоритов Для этого устанавливаем на корабль проходочные лазеры, желательно как можно больше Это позволит очень быстро вырабатывать весь ресурс метеорита А так как мы будем очень быстро разрабатывать весь этот пенит Нам понадобится огромное количество сборщиков для того, чтобы этот пенит собирать как можно быстрее Потому что в добыче пенита самое важное это скорость Если, скажем так, в добыче опалов самая важная это точность То нам нужно правильно все разложить, правильно все, скажем так, заминировать Для того, чтобы взорвать все и чтобы все аккуратненько взорвалось Там, конечно, скорость тоже нужна, но точность там более важная В добыче пенита нам, конечно же, надо именно скорость Для того, чтобы добывать как можно быстрее, как можно быстрее все собирать И двигаться к следующему метеориту Так что загружайте как можно больше проходочных лазеров, как можно больше дронов-сборщиков. Ставим одного дрона геолого-разведчика, можно не сильно мощного, но желательно, конечно, тоже, чтобы это был просто не один, а чтобы вы могли хотя бы в два метеорита отправлять геолого-разведчик. Пока он летит, вы отвернулись, кинули во второй, пока к первому долетел, вы посмотрели, ага, там ничего нету, кинули в следующий. Второй дрон долетел уже до цели, вы посмотрели, ага, там уже нету, кидайте уже четвертого дрона в другое строит. И вот таким вот нехитрым способом вы просто сканируете туда-сюда, туда-сюда, практически все, что вот попадается вам на глаза. Но что-то меня тут понесло, давайте вернемся обратно к оборудованию, потому что я-то еще не сказал, что нам еще надо. Соответственно, со скоростью собирания пенита мы уже разобрались, нам нужно как можно больше сборщиков, геологи-разведчики мы тоже уже обсудили. Разумеется, не забывайте про сканер поверхности, для того, чтобы не забыть, где у вас находятся места добычи пенита. А также не забываем про устройство переработки, потому что без него вы не сможете очищать все руды, которые будете добывать. Ну и остальное, конечно же, по желанию и по наличию. Разумеется, стараемся ставить все как можно больше, потому что все-таки, как я и сказал, добыча пенита очень напряженный процесс, вам постоянно нужно будет летать, добывать как можно быстрее, потому что от скорости будет зависеть ваша выработка. Ну а теперь уже давайте к самому главному. Где фармить? Потому что фармить в одиночных зонах не очень, нужно искать пересекающиеся. Пока это не понерфили, нужно пользоваться. Для этого нам понадобится сайт idtools.cc. Переходим в вкладку miners tools. В первой строке вводим систему, в которой вы находите. Здесь нужно вводить точно. Это не как на сайте Инара ЦЗ, тут автозаполнения, так сказать, нету. Нужно точное название системы, чтобы этот сайт сработал и показал, где относительно вас находятся как раз-таки вот эти двойные места. Как видите, здесь все показано. Система, планета и расстояние. Ниже же показаны наиболее выгодные системы сбыта. Как искать систему для сбыта ресурсов на Инара ЦЗ, я рассказывал в видео по добыче опалов. Можете посмотреть по подсказке. Ну а теперь вот мы перешли к самому главному, а именно к самой добыче. Вы по видеоряду наверняка уже поняли, что нужно делать, но я все-таки немножко поясню. Просто влетаете в зону пересечения добычи пиенита и просто начинаете в тупую сканировать все подряд метеориты. Вот все, что не попадутся, маленькие и большие, то есть шанс выпадения большого количества пиенита есть абсолютно в любом метеорите. В маленьком, в большом, в гигантском, который стоит, не двигается, который вращается как юла, без разницы. Есть абсолютно везде шанс получить огромное количество пиенита. Поэтому все, что видите, все сканируете. Кидаете геолого-разведчиков от астероида к астероиду до тех пор, пока в результате сканирования не увидите заветную надпись пиенит. Напротив этой надписи всегда есть процент содержания пиенита в данном астероиде. Мой вам совет, не трогайте метеориты, в которых пиенита, ну, меньше чем 25%. Я на самом деле уже даже и меньше чем 30% обычно не трогаю, потому что все-таки распределение этих материалов в астероиде по большей части рандомное. Вам может либо повести на пиенит, либо не повести на пиенит. Если будет ли будет выпадать пиенит, то будет выпадать очень мало. Разрабатывать его действительно невыгодно, если процентное содержание пиенита очень низкое. Для тех, кто не понял, вот это вот процентное соотношение указывает, какое количество кусков астероида, которого вы отколете, вам нужно собрать, чтобы собрать одну тонну. То есть, соответственно, если у вас 25% содержания пиенита, вам нужно будет 4 кусочка для того, чтобы собрать тонну. Если же у вас 50% пиенита, соответственно, вам нужно будет только 2 кусочка. Но такие, скажем так, попадаются очень редко Наверное, самое большое количество пениты, которое я видел в астероиде Было в районе что-то 60%, точно число не вспомню Но 58% видел точно и вроде бы даже видел 60% Больше никогда не видел Но такие астероиды я находил, наверное, ну раз 10, может быть, со все время Дальше вы его просто лазерами сгрызаете, счищаете Но дам один совет Советую, когда пытаетесь добывать, искать ось вращения метеорита И добывать, так сказать, с полюсов Чтобы метеорит не постоянно вращался к вам разными сторонами А чтобы он вращался к вам только полюсом каким-то Тогда вы не будете терять дронов Потому что дронов для добычи пенита надо очень много Во-первых, на сканирование Во-вторых, на то, чтобы собирать А вращающиеся метеориты будут просто банально разбивать ваших дронов А для того, чтобы собирать только пенит Заходите в контакты, выбираете нужный вам ресурс И помещаете его в черный список для того, чтобы он у вас больше не подбирался впредь Сделать это с каждым ресурсом нужно будет всего один раз Потом, когда вы в следующий раз уже полетите и фармите Разумеется, все эти руды будут у вас уже в черном списке И добываться не будут Но самое главное, не помещайте в черный список материалы Материалы очень нужны И это, как по мне, основной плюс добычи пенита Потому что кроме того, что вы зарабатываете деньги Вы получаете еще и ценные ресурсы Которые с помощью добычи опалов И получите Так что, на мой взгляд, если сравнивать два способа добычи опалов и добычи пенита У каждого есть какие-то свои преимущества Добыча опалов более простая, размеренная Вам не нужно бросать огромное количество дронов Вы просто сканируете все астероиды Видите, что вам надо, что вам не надо Тихо, разверенно получаете свои ресурсы Да, скажем так, при добыче опалов очень важна удача Потому что находить астероиды с ядром может быть весьма долго Так и более того, при сканировании там может не оказаться того ресурса, который вам нужен С пенитом же немножко обратная ситуация Так как вы сканируете очень много всего Шанс выпадения этого самого пенита гораздо выше Но вот только процент выпадения этого пенита уже рандомный И тут может тоже не повезти Так что добыча опалов это для тех, кто хочет все как-то размеренно, спокойненько Полетел, увидел метеорит, пришел, добыл, полетел дальше Пенит для тех, кто сидит с шилом в жопе Ему надо один просканировать, в этот момент сканирует второй Первый начать добывать, потом полететь добывать второй Везде летают руды, материалы, дроны И все это крутится, верстится, разбивается об вас, об метеориты Все подряд Но при этом это очень выгодно Как минимум за счет того, что вы еще дополнительно получаете материалы И вот как видите, добыча пенита это тоже весьма выгодное мероприятие Конечно же все зависит от удачи Так что если вы летите фармить и вам ничего не выпадает Значит сегодня не ваш день, просто идите заниматься чем-то другим Либо идите заниматься добычей пенита с кем-то Потому что командой вы можете сканировать во много раз больше метеоритов Ровно во столько раз больше, сколько у вас в команде Ибо выработка метеорита одним человеком никак не влияет на другого человека У него будет столько же количества ресурсов То есть если у вас в отряде трое Вы можете три раза собрать с этого метеорита ресурсы Причем вы даже можете собирать ресурсы друзей Но это только в том случае, если у вас есть друзья Ну а на этом все, друзья Я надеюсь вам понравилось это видео и оно было вам полезным А если оно было полезным, подписывайтесь на канал Ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео А также стримы И играйте, ребят, только в хорошие игры Всем удачи, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok